Вершина осталась совсем чуть-чуть. Вон она. То есть по сути тык-мык, тык-мык и мы наверху. Приятное на вершине в таком-то новомихе есть. Наш приморский край удивителен во всех смыслах и со всех сторон. Отсиживаться в городе, когда тебя окружают непокоренные горы, редкие звери и тайга, непростительно для жителей Приморья. Исследовать местные красоты и показывать их тем, кто только планирует путешествие, решила команда Prim Discovery. Виделись ли они с тигром? На какой вершине холоднее всего? И возможно ли покорить 20 гор за 12 месяцев? Узнаем сегодня. Это программа «Время говорить». Меня зовут Ольга Продан. У нас в студии сегодня создатели проекта Prim Discovery, проекта о путешествиях Дарья Червова и Александр Хитров. Здравствуйте, ребята. Здравствуйте. Цель проекта Prim Discovery как можно больше и увлекательнее рассказать о Приморском крае. Вы составляете маршруты через леса, через поля, покоряете горные вершины и пишете об этом. Это жанр, в принципе, тревел-журналистики. Почему вы выбрали вот такие путешествия, а почему решили вдруг рассказывать о Приморском крае? Можете поделиться своими мыслями по поводу вашего проекта? Ну, правильно, как заметили, то, что стараемся показать всю красоту Приморского края, рассказать о ней, сфотографировать, заснять на видео процесс прохождения того или иного маршрута. Это да. Мы, так или иначе, ну, как бы совмещаем приятное с полезным. Как бы и по работе ездим, ну, и свое удовольствие. То есть нам нравится путешествовать, нравится куда-то ходить, забираться в какие-то дебри. Но так как с работы нас просто так не отпустят, мы были вынуждены делать из этого кое-какие материалы. В итоге это постепенно, постепенно вылилось в общую идею создать такой проект. Ну, назвать его Prim Discovery. Мы придумывали это название очень долго, на самом деле. Потому что самое сложное, из похода, да, придумать название. Собственно, вот этим и занимаемся. Показываем, рассказываем, снимаем. Насколько я знаю, у вас в команде три человека. Да, трое. Еще есть Вадим Шкодин. Но, к сожалению, он не смог сегодня прийти, потому что, ну, работает. А кто чем занимается в вашей команде? Кто-то фотографирует, как я понимаю, кто-то снимает видео, кто-то пишет. У вас еще очень активно развиваются соцсети, в которых вы выкладываете все посты о ваших путешествиях. Да, у нас Александр фотографирует и снимает видео, а также монтирует ролики. Мы с Вадимом пишем тексты и делаем это попеременно. То есть, либо он, либо я по очереди. Иногда мы договариваемся, потому что кто-то из нас хочет больше написать об определенной, допустим, горе, кто-то другой. И тексты выходят у нас на нашем сайте. Плюс еще мы занимаемся продвижением в соцсетях. Ну, честно говоря, это я больше занимаюсь продвижением, именно разработкой там всей нашей стратегии, куда мы идем, в общем, кому это все адресуется. Но контент-план именно на месяц, который составляется, мы все вместе думаем. У нас есть такие планерки, на которых мы все это обсуждаем. И потом вместе работаем над каждым текстом, над каждым постом. Пытаемся продвигать проект не только в виртуальном пространстве, но и оффлайн. Устраиваем встречи. И там также втроем рассказываем обо всем, о том, чем мы занимаемся. Да, я знаю, у вас недавно была лекция. Вы делились какими-то советами из своих путешествий и вообще рассказывали о том, как проходят ваши экспедиции. Насколько интересно это было людям? Может быть, вы знаете уже людей, которые после вашей лекции или вдохновившись вашим проектом, тоже стали устраивать какие-то походы? Да, естественно. То есть, если к нам люди идут, значит, они уже заинтересованы, живут этой жизнью. Ну или, во всяком случае, хотят попробовать пожить такой жизнью. Ходили ли после нас нашими маршрутами? Да. Успешно ли? Нет. Мы ходили зимой на Читинзу, это скалистый партизанский район гора. Зимой как бы мы описали, как туда идти зимой. Люди пошли уже, когда снег сошел. Естественно, там все по-другому не пошли. Зимой проще, потому что тропа, перед нами кто-то шел, она протоптана, мы, собственно, по ней пошли и дошли. Описали в материалах, как мы это увидели. То есть, там особых каких-то ориентиров нет. Мы просто рассказываем, что мы пошли, прошли мимо того, мимо того. А люди решили использовать наш текст как путеводитель какой-то и, естественно, никуда не попали, учитывая то, что там ничего протоптанного в тот момент уже не было. Но мы вообще не ставим целью себе в текстах расписывать конкретно прям все полностью, как нужно делать. Это больше такой жанр, конечно, тревел-журналистика, но он больше относится к нон-фикшн. То есть, мы просто описываем наше путешествие, рассказываем там какие-то полезные вещи. То есть, это история этого места, географические какие-то описания, туристические. То есть, это снаряжение, возможно, которое понадобится, которое мы использовали. И вот полезности, конечно, в тексте есть, но мы просто описываем, как мы сходили и хотим зарядить этим читателя, чтобы он тоже, может быть, увлекся этой темой и пошел исследовать наш край. Ну или не пошел. Просто остался, да, у монитора читать. Ну нет, мне кажется, ваши фотографии, ваши видео просто не могут не вдохновить. И, кстати, мне кажется, что самый такой интересный и долгоиграющий проект – это Приморская высота, когда вы поставили себе цель за 12 месяцев покорить 20 вершин. Сколько вершин уже покорено? Насколько это сложно? И реально ли осуществить до конца ваш проект? Ну, на нынешний момент, на данный, мы посетили 11 вершин, вот, осталось всего 9. Впереди у нас на следующей неделе предполагаемый старт на высочайшую вершину Приморского края – это гора Альник, находится на границе Хабаровска, как раз по вершине границы проходит, и уста 1933 метра. И чтобы до нее дойти, нужно потратить неделю только идти в одну сторону, по тайге, там нет троп, нет ничего, и там, ну, за всю историю посещения, ну, экспедиции 3-5 было, и все, то есть, ну, очень сложный маршрут. Но он сейчас под вопросом из-за надвигающегося тайфуна, который обещает быть мощнее, чем Лайн-Дрок, поэтому, так как на одном из участков пути есть река Чукен, это порядка 30 метров надо будет переходить вброд, ее глубина всего полметра, но при бурном течении, ну, довольно-таки проблематично. Может и по грудь быть. Да, а если вода поднимется, то, собственно говоря, у нас будет путешествие до реки Чукен, ну, с лунейшей рыбалкой, конечно, но все-таки у нас цель до горы добраться, но будем смотреть, следить за обстановкой на севере Приморского края. На самом деле, очень опасное вот это вот нам предстоит путешествие. Мы консультируемся с опытными походниками, и они нас всячески запугивают и говорят, не надо туда идти, вы, значит, неопытные товарищи. Да, мы вообще пошли в горы, не имея вообще опыта никакого. На данный момент уже самое длительное наше путешествие было четырехдневное, и, честно говоря, оно было таким, что у меня лично уже возникают мысли, может быть, все-таки отправить парней как бы без меня, потому что я действительно самое слабое звено в этом всем, и несу я мало, и иду медленно, поэтому я лично думаю над тем, стоит ли мне идти, и нашим всем читателям мы в каждом материале тоже советуем оценивать свои силы реально. Ну вот, посмотрим, что победит, желание узнать, что там происходит, либо... Да, ну, по возможности пройти 20 вершин за год, это вполне себе реально, потому что есть случаи, когда приморский барс, это посещение семи вершин, да? Десяти вершин. Десяти вершин даже забываю. Десяти вершин человек сделал за три с половиной дня. Я не знаю, как это произошло, но вот такое чудо существует. На самом деле все упирается просто в работу. То есть на одни горы можно потратить выходные, на другие горы там четыре дня, а не к две недели, в лучшем случае тут вот от горы зависит. То есть продолжительность ваших экспедиций, она может быть абсолютно разная, там от нескольких дней до нескольких недель. То есть бывают непредвиденные ситуации, обстоятельства, при которых там либо сокращается там время, либо чаще всего оно увеличивается. Вот к непредвиденным ситуациям мы, конечно, еще вернемся, Даша, но мне бы хотелось узнать, как ты себя, как девочка, чувствуешь в мужской компании, нет ли давления со стороны ребят о том, что, Даша, лучше ты дома посиди, да, мы сходим, а ты напишешь потом по нашему рассказу. Нет, наоборот, они меня каждый раз тащат с собой, даже если я сопротивляюсь, вот, например, как на Аника, они меня прям уговаривают, говорят, нет, надо идти, да мы сможем. Ну, честно говоря, конечно, сложно. Я никогда физкультурой не страдала, но как-то вот получается, уже идешь и понимаешь, что обратного пути нет, тащишь этот рюкзак, он отдавливает плечи, там, тянет тебя назад, волосы во все стороны, в рот, в нос, там, невозможно идти, мошкара, тяжело, кушать хочется, пить хочется. Я начинаю плакать примерно через час после того, как мы только вышли в путь. Я боюсь не только диких зверей, клещей, змей, но и всевозможных насекомых. И я думала, что готовка еды, ну, она не таит в себе никаких опасностей на эту тему. Но сейчас я просто поднесла руку к чайнику, и мне на палец прилетел огромный паук. Интересно, как они в виде относятся к кошкам? Хм, хороший вопрос. Но вопрос будет лучше, как тигр относится к кошкам. Возможно, из того, что кое-чья кошка обахтала нашу палатку ночью. Проникла и сделала это. И сделала свое грязное дело. Возможно, тигр придет посмотреть, кто же это. Но потом что-то происходит, и все. И я уже, у меня одна цель, все, мы идем. Я уже почти там великий турист, альпинист, там все вместе. Вот. Ну, в целом, да, для девочки это на самом деле сложновато. Но я знаю, мы сейчас погрузились в эту всю тему, как вообще туристы у нас в Владивостоке, в Приморье поживают. И выяснилось, что много есть на самом деле клубов, в которые ребята ходят каждый выходной, они куда-нибудь отправляются. Летом это, конечно, больше море, а вот в межсезонье и зима даже это больше горы. И они ходят каждый выходной, и девчата там наравне с мальчишками идут, тащат там все, что хотят. И чувствуют себя при этом замечательно. Я думаю, от человека зависит. А не было такого, что кто-то к вам хотел присоединиться в какой-нибудь поход? Вы берете вообще с собой людей неподготовленных? Да. То есть изначально, ну, когда проект создавался, мы призывали, мол, ну, пойдемте, ну, как бы присоединяйтесь к нам, ходите с нами, люди. О, да, круто, мы пойдем, пойдем. В итоге, когда дело доходило до дела, ну, как бы, ну, все отказывались. Ну, ладно, мы перестали звать, перестали звать, все начали возмущаться, типа, а почему, собственно говоря, ну, что это такое, единоличники, мы тоже хотим, ну, ладно, пойдемте. И вот с нами, по-моему, ну, два, три раза, по-моему, с нами ходили люди, четыре раза, ну, в принципе, все остались довольны. Вот сразу отвечу на вопрос, который, может, нас все интересует, мы ни с кого денег не берем, все скинулись только, ну, на транспорт, на еду так же вот, скинулись, ну, и все, собственно, люди ходят с нами, мы всегда рады. Сейчас ищем на Анне, кто же будет, это бедолага, еще два, кто пойдет в этот путешествие. Кстати, мне кажется, что многих заинтересует вопрос, есть ли у вас какой-то режим во время ваших экспедиций или какие-то правила, например, нельзя алкоголь с собой брать или, не знаю, нельзя что-то делать, нельзя одному выходить ночью из палатки куда-нибудь в лес, то есть есть ли какие-то правила? Нет, на самом деле, если, ну, брать тот же самый алкоголь, то мы брали в свой шин раз, ну, и все, но тащить это с собой на гору, ну, спасибо, нет, как бы и так тяжело. Там такое уставше, что, да, алкоголь и не нужен, на самом деле, просто. Ты опьянеешь от красоты, от природы, от воздуха чистого. Самое вкусное, это вот зимой, например, это чай из сталого снега, когда его разогреешь, вот этими трясущимися коченелыми руками его пьешь, гораздо лучше, чем что-то такое. Чай из снега, то есть вы просто кладете снег, как-то растапливаете, чтобы вода нагрелась, да? Да, потому что... Ну, это круто, потому что летом нужно тащить с собой воду, а зимой вот она вокруг, и если тебе жарко, ты охладился, если тебе хочется пить, вот, пожалуйста. Главное правило – не ешь желтый снег. Мне кажется, у кого-то мог возникнуть такой негласный вопрос. А едите ли вы что-то из даров природы, скажем так, или вы все с собой берете? Вообще, у вас какое должно быть питание, например, в походе? У нас классическое питание – тушенка, макароны, все. Это пока. Да, иногда бывает гречка. Вот гора, последняя, на которой мы были, глухоманка, там наверху мы ели бруснику, по-моему, да, Рослава? Да, зеленую. Зеленую бруснику, потому что там, можно сказать, от обезвоживания практически помирали, ну, вот брусникой забивали и голод, и жажду, и так далее, ну, зеленый. Вы водой не запаслись? Ну, там не было воды, скажем так. Мы запаслись, но нам ее не хватило, мы не знали этот маршрут, он не описан. Туда ходили до нас только в 2008 году научные сотрудники, а до этого, в 2005-м, то есть не самая популярная вершина, на нее туристы не ходят, она находится в Секотейлинском заповеднике, на самой западной части Тарнейского района. И, точнее, она стоит на границе трех районов, и она высокая, среди, там, 80 километров вокруг самая. Мы знали, что там есть родник где-то наверху. Но, знаете, у нас научные сотрудники нас направляли таким образом. Вот пойдете, значит, по ручью, и когда увидите поляну за Манихой, нужно будет повернуть налево, и там подняться уже наверх. Как бы туда пойдете, там будет легко выйти через планик на вершину, ну, а там с западной стороны вы увидите родник, значит, или с южной, по-моему, там будет лес и озеро. То есть набор непонятных географических ориентиров. Да, когда мы уже шли мимо ручья, ладно, мы прошли, а когда подошел черед за Манихой, все такие, так, кто-нибудь знает, как она выглядит? Нет. Звучит, как имя какой-то бабки ведуни или с ножа на Заманиху. Да, гугла там нет, связи вообще нет. Поэтому мы так каждый курс оценивали, насколько он заманчив. В итоге решили, что будем просто куда-нибудь идти. Вышли, все нормально. Но за 300 метров до вершины мы там упали с Сашей, наш проводник, так сказать, он тоже сотрудник заповедника, но он там тоже не был. Он пошел искать родник, нашел его, и вот так мы остались живы, и потом все пошло хорошо. Мне очень хочется узнать, какие еще экстремальные ситуации у вас проходили. Я думаю, что мы вернемся еще к этому разговору после небольшой паузы. Мы уйдем на короткую рекламу, а после продолжим наш разговор. Оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин А мы продолжаем наш разговор о проекте Prime Discovery для всех, кто любит путешествия. Даша, расскажи, пожалуйста, какие необычные ситуации случались во время ваших экспедиций. Например, вот на сайте у вас есть рубрика, которая называется «Таежный лайфхак». Там вы делитесь советами для путешественников. Например, что делать, если укусила змея, или мне вот очень еще понравилась заметка «Дорогая, я встретила медведя». Какие смешные и необычные ситуации с вами происходили. Встречали ли вы медведя, может быть, тигра, может быть, еще что-то такое происходило. Вообще история этой рубрики такая, что мы сходили на гору Лысая, и ничего там сразу скажу, такого не случилось. Мы просто промочили ноги и поняли, что, наверное, можно было быть более осмотрительными и запастись сменной обувью, например. Тогда у нас возникла идея, что можно делиться с читателем своими и не только своими наблюдениями, опытом. Мы поняли, что это и для нас будет полезно просто готовить эту информацию. Поэтому эта рубрика и появилась. Но в походах, именно связанных с нашим проектом, мы никого не встречали. Но по долгу службы мы все-таки видели диких зверей. Я лично видела кабанов. Это было в Катеринском заповеднике. Мы с Сашей шли там зимой по тропинке в Дубовом Криволесье. То есть там слева, справа чаще жуткое непролазное тоненьких деревьев таких корявеньких. Никуда не залезть, никуда не убежать. Только назад либо вперед. И мы идем, я вижу, что у меня зрение не очень. Я смотрю, один прошел что-то большое коричневое, второе, третье. Я думаю, это медведи. Потом там настроила у себя. Смотрю, нет. Саша еще говорит, кабаны. Я думаю, что делать. Пока я, значит, там стояла, была в шоке. Саша начал фотографировать. Последний кабан, он на нас обернулся, уже наклонился, выпучил глаза и, видимо, хотел поздороваться. Я не знаю, к нам прийти, пожать руку. Но в итоге передумал и пошел по своим делам. Конечно, было незабываемое вообще событие. Я не знаю, как Саша умудрился встретить медведя. И при этом остаться хладнокровным. У него была тоже интересная история. Саша, ты правда встретил медведя? Да, ну это было в том, что в Терлинском заповеднике. Я просто гулял, вышел там с тропы. И на берегу моря сидел медведь. Где-то в метрах трех ста от меня. Где сидел? На берегу моря. А, на берегу. Да, он ел рыбу. Ну я начал фотографировать. Мне показалось, что он слишком далеко. Я просто к нему начал подходить, чтобы поближе сфотографировать. Кадрировать-то нехорошо. Это грех. Ну в итоге увидел меня, пошел на меня. Они близорукие. Поэтому он под ним меня не видел. Он, наверное, просто чувствовал, что там кто-то находится. Ну в итоге мы так сбежали-сбежались. Но он почему-то убежал. В итоге мне все равно пришлось кадрировать. Обидно, конечно. Насколько близко вообще вы встретились? Не очень. Ну метров 200, 150, может. То есть довольно-таки далеко. То есть он был где-то год-два медведя. Он еще маленький был. То есть, ну, конечно, не знаю. Может, мамка рядом где-то была. Это было бы, конечно, плохо. Но мне кажется, ты так спокойно об этом рассказываешь, как будто бы ты котенка встретил в лесу. Правда, не было страшно? Нет. Ну это медведь. Медведи, они в принципе не особо опасные животные. Они трусливые. Тут, не знаю, там постучишь почему-то звонко по голове. То есть он убежит. Просто я могу вспомнить и собственный опыт, когда я была тоже в Сихоталинском заповеднике. И тоже мы встретили там кабанов. Они просто пронеслись как-то мимо нас. И это было очень страшно. Потому что они огромные. Они еще при этом издают какие-то звуки. И они очень быстро бегут. И ты понимаешь, что это толпа все равно какая-никакая. А там зверей, они тяжелые. Ну мне, например, было страшно. Ну кабан вообще считается одним из самых таких опасных. Потому что он обезбашенный. Если кабан сикачет, что-то ему там не понравилось, привиделось, то он несется, ему глубоко все равно на фальшвейер, на какие-то выстрелы или еще что-то. Кстати, ребят, нужно же с тобой в экспедиции брать какое-то снаряжение. Даже тот же самый фальшвейер, какие-то еще приспособления, чтобы зверей отпугивать и так далее. Вот вам удалось монетизировать свой проект? Потому что интересно, откуда вы берете средства на это все. Ведь еще на транспорт нужно потратиться. Или это все собственные средства? Нет, у нас есть ряд спонсоров, которые поддерживают один проект, второй проект. В прошлом году поддерживали. Да, все это уходит на покупку и кипировки на транспорт, что вы считаете самым дорогим в принципе при движениях. Ну и все. То есть нам, честно говоря, себе ничего не остается. Мы работаем в убыток. Скорее всего, даже в минус идем в этом проекте. То есть все уходит именно туда. Это экипировка, то есть туризм. Если заниматься профессионально этим, это очень, так сказать, накладно дорого выходит. Какие у вас дальнейшие планы? Может быть, вы планируете пополнять команду новыми людьми? Может быть, планируете еще какие-то проекты? Может быть, будете делать исследования не только по Приморскому краю, но и дальше по стране или за границей? У нас вообще много планов, в том числе по Приморскому краю. Мы здесь еще не все изведали. Есть у нас какие-то проекты, которые касаются моря. Есть, которые касаются суши. С гор мы решили немножко спуститься. Но в целом есть несколько задумок. В будущем мы, возможно, и отправимся куда-то за пределы. И по стране, и за рубежом. Но мы посмотрим, как это будет двигаться у нас дальше. Желание есть. Самое главное, что есть желание, да? Да, да. Ну, то есть поступали предложения уже с некоторых заповедников Дальнего Востока, чтобы мы приехали, ну, и сделали там какой-то материал такой, который пиарит заповедник. Ну, то, как делаем это мы. И мы решили, кстати, немножко расширить. У нас будет теперь, ну, это в планах, но все-таки поделимся. Мы хотим не только в интернет-пространстве, чтобы это было, но и в печатном виде. То есть, возможно, мы будем издавать какие-то книги. Прям книги или, может быть, как буклеты с советами? Нет, это будет больше как книги именно. В следующем году? В следующем году, да. Ну, если мы найдем поддержку спонсоров, партнеров, то, конечно. Ребят, можете вы напоследок что-нибудь посоветовать тем, кто хочет только отправиться в путешествие, да, нашим зрителям, которые, может быть, сейчас посмотрят на вас, посмотрят в интернете, что это за проект «Примдискавери» и захотят тоже отправиться в путешествие. И какой-нибудь совет для тех, кто уже путешествует, но хочет привнести, может быть, что-то новое в свои экспедиции, походы. Ну, посмотрите на нас. Если это мы можем, то сможете и улыбаться. Да, конечно, наш край очень красивый, и стоит побывать и в горах, и на озерах, и на побережьях. Природа у нас такая, что позавидует любой путеводитель по каким-то, не знаю, тропическим странам. У нас тоже есть такая же лазурная вода, такие же белые пески, джунгли те же самые. Плюс еще наша природа, она уникальна тем, что, допустим, здесь растут кедры, и тут же рододендроны, вот эти вот фори, которые считаются именно тропическим растением. То есть у нас территория такая, где сходятся разные виды природы, и она уникальна этим, и стоит, конечно, там, везде все это исследовать. Хорошо, ребят, спасибо вам большое за такой интересный разговор. Я хочу пожелать вам, чтобы во всех ваших экспедициях было много интересного, чтобы они проходили без всяких неприятных ситуаций, а чтобы все было запланировано. А если не запланировано, то чтобы только приятные моменты какие-то были. Удачи вам. Спасибо. Спасибо. Я напоминаю, это была программа «Время говорить». В студии работала Ольга Продан. Увидимся на восьмом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова